Руководитель и подчиненный. Где границы власти? Это хороший вопрос, который нужно задать Авиэлю, потому что он любит где руководитель и где подчиненный расставлять все на свои места. Как подчиняясь остаться собой? Потому что подчинение что от тебя, если ты думаешь по-другому? Всегда ли несогласие это бунт, твое любимое слово. И вот современные тенденции, что нам говорят о взаимоотношениях на работе. Ведь, вы знаете, лет двадцать назад я помню, что было так строго и в церкви, и на работах, и у нас на постсоветском пространстве. Я начальник, ты дурак, ты должен слушаться. Не важно все твои мысли, чувства и все остальное. Последние лет 5-7 я вижу даже на сайтах мирских по развитию личностного роста, по развитию профессий, то есть это пишут люди там, как развивать себя, как им становиться. Я вижу, появилась какая-то струя творчества, где люди поощряют к развитию личности. И вот сегодня, вы знаете, в некоторых церквах есть развитие доверия, где люди поощряют, но других критикуют и говорят, нет, у вас порядка, потому что пастор должен сказать и все должны выполнить. А другая часть церкви все-таки осталась еще в консервативной части, где считается так, что пастор это босс, он сказал, все должны выполнить. И время от времени у них в церкви происходит бунт за бунтом, как они называют. Бунт начинается не там, где не согласие с начальством. Бунт начинается перейти дорогу на красный свет. Вот там начинается бунт. Если мы вводим в себе в привычку вот такие вот мелочи, то мы не живем в поклонении. Писание говорит совершенно четко, мы должны идти в ногу с законами той страны, в которой мы живем. Мы не можем им противиться. И это то малое, в чем мы должны быть верными. Нельзя переходить на красный свет. К примеру, нельзя бросать жвачку мимо урны. Нельзя там, я не знаю... То есть должен быть порядок. Да. Должен быть порядок сначала у нас в голове. То есть мы должны понимать, что мы... Да, даже дело не в штрафе. Если у человека единственная мотивация не нарушать правила дорожного движения, это штрафы, то у него неправильная мотивация сердца. И там начинается бунт. Совсем не на рабочем месте. Вопрос несогласия, всегда ли это бунт? Нет, не всегда. Потому что возможно, что у начальника сегодня плохое настроение. Но я хочу адресовать вас к советской армии. Там было золотое правило. Такое не спеши выполнить приказ. Его всегда могут отменить. Не надо против начальника восставать. Нужно просто подождать и помолиться. Пока он передуман. Да. Скорее всего передумать, если решение неправильное, даже если ты хороший работник, и он тебе говорит, надо делать вот так, ты понимаешь, что это неправильно, а он там не зря начальствующим поставлен, он тоже в конце концов понимает, что это неправильно, а это было просто какое-то проявление его самодурства, подожди. Придумай себе другое занятие, пока он не передумает. Но это идеальный, опять же, вариант, но как вариант может быть рассмотрен. И взаимоотношения с начальник-подчиненным очень простые. У каждого начальника есть должностные полномочия, которые он переходить не имеет права. И прежде чем пойти на работу, нужно четко понять, что начальник имеет право делать, а что он не имеет права делать. И если он делает то, что он не имеет права, к кому обращаться в этом случае? Это нормальная этика любого организованного предприятия. И если мы, конечно, работаем на какого-нибудь частного предпринимателя и говорим так, ну вот я не буду делать то, что он говорит, потому что он ошибается. Могу вам сказать то, чему меня научили на офицерских курсах. Ты можешь быть несогласен с начальством. Твое право. Приди и докажи свою правоту. Доказал, выиграл. Не доказал, его решение становится твоим решением. Делайте, потому что ответственность все равно на нем. Потому что это его распоряжение. Нужно просто с мудростью ко всему этому подходить. И вот эту мудрость, опять же, мы черпаем отсюда и выводить из Духа Святого. Нет никаких неразрешимых ситуаций. Писание, опять же, говорит, что если мы ходим путями Божьими, то даже врагов наших примеряет с нами, да? А уж тем более там начальника, который напрямую заинтересован в нашей хорошей работе. Скажи вот так, емко. В отношении того, что ты думаешь по поводу границ власти и со стороны. Понимаешь, меня интересует, вот ситуация на работе понятна, но очень часто непонятная ситуация в церкви. В церкви как эти вопросы регулировать? С одной стороны пастор в одном лице и начальник и пастор. С одной стороны он должен любить и то и сё, а с другой стороны начальствовать. Как мы знаем из примеров писания и взаимношений с детьми, если отец наказывает ребенка, это не значит, что он его не любит. Это надо понять как факт. Если взять из примеров церкви, то я хочу сказать такую вещь, что часто, то есть все люди имеют свое мнение. А у нас в Израиле из-за большого количества евреев в церквях есть у каждого по два по три мнения. На два еврея три нескольких мнения. И то есть как бы в принципе плюс-минус все с тобой не согласны, получается. Потому что все свои мнения. Однажды у нас было лидерское собрание и мне как бы... это было много лет назад. И мне так, ну, при какой-то такой претензии высказали некоторые соображения по поводу того, как... в чем я не прав и как надо поступать. На что я сказал очень просто, это был такой классический случай, так произошел, что я согласен с тем, что ты говоришь. Ты прав, как надо поступать. Но это не значит, что я не прав, как я поступаю. И я... если бы сегодня ты был бы пастор, ты должен был бы делать так, как ты считаешь правильно. Потому что это правильно, потому что ты говоришь. И ты будешь нести за это ответственность. И я, если бы был в твоей церкви, я бы слушался бы тебя об этом даже. Потому что ты молодец, ты красавчик в этом. Но я эту ситуацию вижу с другой стороны. Я поступаю так, я поступаю, потому что я считаю, что я прав. Я не могу принять твое решение, потому что я несу мою личную ответственность перед Господом за себя. И поэтому в этой ситуации я буду послать так, я поступаю, а твоя задача либо двигаться со мной, либо идти в сторону. То есть мы должны подчиняться тому авторитету, которого Бог дал пастору. И я говорю это не потому, что я пастор много лет, но я сам знаю, что значит подчиняться. Есть люди, которые, как мы себе так немножко обсуждали до эфира, что должен ли пастор кому-то подчиняться. Да, должен. Есть люди, которым я подотчетен. Да, я могу назвать, если надо, этих людей там как бы. Им всегда можно на меня пожаловаться. Поэтому я подчиняюсь этим людям. Кто-то подчиняется мне, кто-то не подчиняется, кто-то ходит в бунте. Вот мы все это часто слово употребляем. Но мы должны помнить о том, что есть власть, которая поставлена Богом. Но пастор, будучи на этой власть, должен помнить тоже, что все очень быстро может оказаться по-другому. Все время на этой жизни без злоупотребления. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok